Итак, мы собрались здесь, по вашей инициативе, для того, чтобы поговорить о некоторых аспектах, связанных с интолерантностью людей, ксенофобией, антисемитизмом. Я хочу сразу определить, что я выступаю в этом нашем с вами диалоге, а я надеюсь, что это будет диалог, в качестве психотерапевта и конфликтолога. При этом, считаю необходимым оговорить совета справедливо, то, что я сейчас скажу. Я специально этими темами никогда не занимался. Поэтому полагаться на мое мнение можно, как на мнение человека с достаточно большим стажем работы, который сталкивался с проявлениями у своих клиентов, с проявлениями интолерантности, с проявлением антисемитизма, об этом я скажу еще чуть-чуть отдельно, и с проявлениями ксенофобии, как на индивидуальном уровне у своих клиентов, так и на уровне ведущего группы, потому что, что касается толерантности, то я ни раз, ни два вел тренинг повышения толерантности. Но, тем не менее, крупным специалистом себя в этой области не считаю. Но мнение по этому поводу, и повторю, какой-то опыт, и не только профессиональный, но и житейский у меня есть. Я должен сказать о житейском опыте. Вы же понимаете, есть я Владимир Матвеевич с фамилией Берштейн. Я еврей. И в своей жизни уже немалый. Конечно, на бытовом уровне я с антисемитизмом на своей школе сталкивался не раз, не два, не три, не четыре. А достаточно много. И довольно часто. И в разных концах бывшего Советского Союза. Так что меня эти проявления, вообще-то говоря, не удивляют. И здесь я тоже имею свое мнение, как человек, который сталкивался с бытовым антисемитизмом. Вот с этих позиций давайте вести диалог. И давайте определимся, с чего мы начнем. То есть, я бы хотела спросить сразу, из Ваших слов яствует, что интолерантность – это болезнь. И вот как раз из моих слов я бы не хотел, чтобы это яствовало. Потому что действительно есть ряд ученых и практиков психиатрии, психотерапии, которые доказывают, что интолерантность, ну особенно даже не интолерантность, интолерантность – это, в моем понимании, это более безобидное понятие, чем ксенофобия. А термин «ксенофобия» включает в себя второй слог – фобия. А фобия – это страх. А страх, вообще все фобии, а их колоссальное количество, они все явления как бы ненормальные. И тем не менее, я не солидарен с теми, кто считает, что ксенофобия – это болезнь. Я ставлю вопрос немножко по-другому. Мой опыт профессиональный показывает, что те, кто страдают ксенофобией – это люди проблемные. Это проблемные личности, если я понятен. Сейчас я попробую это раскрыть. И для того, чтобы быть окончательно понятным, давайте скажем так. Вот агарофобия – это вообще отклонение от нормы. Это боязнь открытых пространств. Понятно это, да? И этой боязнью, эта боязнь может овладеть любым человеком. А ксенофобия, она присуща людям определенного склада. Вот мой опыт показывает, что это, как правило, люди, которые не самодостаточны. Они в чем-то ущербны. И у них вот такая скрытая потребность. Я не могу говорить обо всех. Еще раз говорю, я же не изучал это, я не проводил какие-то корректные исследования. Я сейчас говорю только о своем личном опыте. Опыте врача, опыте психотерапевта, опыте конфликтолога. Так вот, возвращаясь к этой мысли. Это люди, которые испытывают очень часто потребность утвердиться за счет другого. И при этом, как они утверждаются? Я хороший не потому, что я достиг вот этого, этого, этого и этого. И это присуще нормальным таким самодостаточным людям. А я хорош потому, что рядом стоящий плохо. И мне надо доказать, что он вот такой, такой, такой и такой. И тогда на его фоне я выгляжу очень хорошо. Но это на индивидуальном уровне. О групповом мы поговорим, если выйдем на это. Значит, вот это первое, что касается болезни. Поэтому я не думаю, что там ксенофобия, антисемитизм – это болезнь. Нет. Нет. Но, повторяю, охватывают эти явления, в моем понимании, людей в чем-то ущербных. Есть другая категория людей, которая удаляется в это, для того, чтобы, нащупав какие-то большие, достаточно большие категории, по численности большие, категории людей, и разделяющих их точку зрения, стать у них лидером, как наиболее такой легкий путь к лидерству. Игра на слабых сторонах человеческой натуры, когда этих натур, примерно одинаковых, собирается достаточно много. И они могут этого человека сделать своим лидером, куда-то его продвинуть, и он уже, он уже чувствует себя. Крупным деятелям. Ну, к какой же категории относятся Гитлер, собственно говоря, Муссолини? Я думаю, что они относятся к одного именно, к обеим категориям. Дело в том, что, ну, безусловно, и Гитлер, и Муссолини, у них была, в моем понимании, всеохватывающая любовь к власти. Это совершенно для меня тут сомнений нет. Но то, что оба, в моем понимании, были личностями проблемными, и есть масса свидетельств проблемности, отклонений в их характере. Я даже не знаю, стоит ли это здесь и теперь обсуждать. Стоит, стоит. Я не думаю, что это надо делать. Сколько, ну, Гитлер, он, ну, не будем брать Муссолини, он более такой, в тени. Ну, что в тени, простите, я вас перебью. Ну, Муссолини, если уж брать, да, вы не забудьте свою мысль. Ну, Муссолини, он был то, что называется истероид. Вспомните, если вы видели в кинохронике его жесты. Это наигранность, это актерство. Нет, я хочу как раз не предсказать, а вот в истории. Гитлер более такая значимая фигура. Он больше зла на ней. Да, перед ним зла. Вот, и он считается в мире харизматической такой личностью, вот. Вот, то есть сильной личностью. Однако при этом, вот вы говорите, проблемная личность. А разве есть люди без проблем? Не проблемные? Есть люди. Либо я просто не понимаю. Есть какой-то темный. Нет, вы понимаете, вы понимаете, я считаю ваш вопрос корректным. Есть, конечно, проблемные люди, которые пытаются, которые либо не могут решить свои проблемы и обращаются за помощью к специалистам, либо к друзьям, либо к семье. Есть проблемные люди, которые пытаются решить свои проблемы сами, но при этом не затрагивая интересы других. И есть проблемные люди, проблема которых заключается в том, что они свою проблему могут решить только за счет других людей. То есть у всех есть проблема, но вот вы выделяете именно вот эту последнюю. Я бы выделяю последнюю категорию тех проблемных людей, у которых их проблемы, их, во-первых, ожесточают, превращают их в людей нетерпимых, не считающихся чужим мнением. Сейчас я понятен, я думаю, да? Вот. И вот эта идея чьей-то неполноценности или вреда другой национальности, другого народа, эта идея их охватывает целиком и полностью. Ксенофобы, антисениты, это то, что называется охваченные люди. Там зазора нет. Они не слышат доводов. Но об этом я бы хотел поговорить еще и отдельно. Там есть еще вот тот, с кем я имел дело, я обращал внимание. Вы знаете, они лишены двух вещей, которые для меня, например, значимы и которые несовместимы с ксенофобией. Это, во-первых, чувство юмора. Вы много хороших юмористов знаете среди ксенофобов, антисемитов, я не знаю. Я просто считаю, что во многих людях сидит частичка той ксенофобии. Конечно, но не ксенофобии все-таки. Частичка может быть. А вот интолерантности – это да. Ну кто знает? Мы же не знаем всех людей. Конечно, мы не знаем всех людей. Но ксенофобия – это же не частичка. Согласитесь, это же не частичка. Когда мы говорим, что это ксенофоб, мы не говорим, что в нем сидит частичка неприятия чего-то другого. Мы говорим о том, что он ксенофоб, как о явлении, как о человеке, который охвачен этим делом. А второе, чего у них нет никогда – это способности к самоиронии. Я не знаю вообще, насколько они ироничные люди. Тут по-всякому бывает, по-всякому встречают. Но то, что они не способны к самоиронии – это факт. А утонченная натура, в моем понимании, натура… Вообще умный человек способен к иронии, причем к такой иронии, которая не затрагивает чувство собственного достоинства у другого, над кем иронизируешь. Это умный человек. Но чрезвычайно умный человек – это тот, который способен иронизировать над собой. Это что, не проблемные личности? Это все проблемы. Ну, конечно, все. Но не все ксенофобы. Да, конечно. Так вот, не каждый проблемный – это ксенофоб. Но каждый ксенофоб проблемен. На что мы перейдем теперь? В явления психологических причинок каких-то. А можно мы начнем, знаете, еще? А можно я этот вопрос попробую отпасовать вам? Вот вы, как представители определенной общественной организации, занимаетесь этими проблемами. Я бы хотел узнать о вас. В чем вы видите их причины? Но мы тогда не психологически, а общие. Нет, нет, конечно, общие. А вы на этом это хотели? А я, может быть, с чем-то соглашусь, может быть, что-то добавлю. Потому что мне действительно интересен ваш взгляд на эти вещи. Вот у нас очень часто спрашивают, сталкивались ли мы лично конкретно с националистами, с националистами, с ксенофобами. Наверное, это было, но не было выражено, поскольку мы все-таки маше. Судя по нашей работе, вот какие можно выделить лишь причины, это, как я считаю, когда в основном же чаще всего мы встречаем среди скинхедов, группы молодых нацистов, молодежь именно. То есть ребенок, можно сказать, еще приходит в эту группу, желая как-то самоутвердиться. И это лишь определенный способ. Да, вот. А что, может быть, я буду управлять. Вот. И потом это уже может быть перерасти как способ прийти к власти у лидеров этих группировок. То есть это уже более старшие люди. Итак, простите. Это уже второе. Итак, вот то, что вы сказали, как способ самовыражения. Вы знаете, я с этим совершенно солидарен. Я бы только добавил, что у молодых людей не очень зрелых, не до конца определившихся, и, к сожалению, в чем они и себе не могут признаться, не потому что они не хотят, а у них не получается. Но они плюс ко всему еще, я бы сказал, они подвержены манипулированию. Неведомо. Ими можно манипулировать. Знаете, наверное, чаще всего туда приходят люди, которые не могут найти себя в жизни, еще не могут либо слабые личности, которые хотят переложить ответственность на кого-то, вот им там скажут, если ты будешь бить тех, 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 то тебе будет хорошо. Почему вы тогда не задумываетесь над вопросом, над которым сейчас задумываюсь я, но это не значит, что я прав. Почему эти слабые личности не идут в другие объединения? Идут. Идут. Идут, конечно. Почему слабые личности идут в скинхеды? Просто потому, что жизненный поток их толкает туда. Я думаю, не только поэтому. Да, конечно, это лишь одна часть. Я не могу этого опровергнуть, того, что вы говорите, но я думаю, вопрос не только в этом. А дело еще в том, что в этом возрасте очень часто накапливается достаточно высокий потенциал внутренний вот агрессии. Это, наверное, еще другая сторона. И надо как-то сбросить эту агрессию. А то, что предлагает скинхеды мир движения, это самый простой, он примитивный, но он очень простой путь. Сбрасывание агрессии. Причем, это путь в их глазах легитимный. Если ты просто так побьешь какого-то беззащитного нищего, ты можешь еще в собственных глазах и в глазах таких же, как ты, выглядеть не очень красиво. Там слабого не бьют, еще что-то. Мало ли какие там есть правила. Но если ты объединился с людьми и побил и народца, то они говорят честь тебе и хвала. То есть псевдолегитимное сбрасывание агрессии. Хотелось бы, наверное, с этим согласиться, но очень сложно в это поверить. Вот так вот, что ребенок ради того, чтобы сбросить свою энергию, идет убивать людей. Ну, во-первых, ребенок ли раз. Ну как? Это можно сказать еще маргинальная личность, которая на этапе молодежи. Среди них очень много маргиналов, очень много, но очень много ребят совершенно не глупых. И среди них есть студенты, которые выдержали немалые конкурсы в столичные вузы. Как это иначе объяснить? И такие лишь это дети. То, что можно сказать... Я веду к чему? Я веду к тому, что поскольку я все-таки не психолог, и тем более не социальный психолог, я ведь всегда работал и продолжаю работать, как правило, на индивидуальном уровне. Даже когда я работаю с группами, эта группа не превышает там полтора десятка человек. И можно как бы обратить внимание на каждого сидящего в круге и работающего в тренинге. Поэтому я не могу мыслить, просто не приучить, профессионально не приучить, не мыслить большими категориями. И когда мы говорим, скажем, о скинхетском движении, меня там сразу априорно начинает интересовать каждая личность в отдельности. Вот ее бы изучить. Кто из них маргинал? Кто из них, извините, олигофрен? Чего я совершенно не исключаю. Кто из них человек вполне интеллектуально состоятельный и даже не бесталанный, но пришел в это движение? Чем он руководствовался? То есть нужен как бы разложить каждую личность в отдельности. И тогда, и говорить о каждом в отдельности. А мы-то ведь говорим о явлении. И мне здесь очень непросто. Здесь я могу только какие-то осторожно делать обобщающие категории. Но когда я вижу по телевизору, когда я читаю что-то там в интернете о том, как они себя ведут, о том, какие они проповедуют истины, я прихожу к тем выводам, которые я пытаюсь вам изложить. И для меня еще одно очень важно, что это коллективное стремление самыми простыми и примитивными путями решить очень сложные социальные вопросы. Вот это для меня совершенно понятно. А люди всегда стремятся в массе своей, когда вещь идет о коллективах, проблему решать самыми простыми и короткими путями. Другое дело, что они ошибаются, что убив там 10 человек или там даже уничтожив 6 миллионов в Холокосте, никаких проблем не решишь. Своих во всяком случае. Никаких. Потому что убив этих, тебе надо будет убивать других. Вот это то, что они в мозги не пускают. И они многое чего не пускают в мозги. Но я вас перебил. Вы говорили, что есть еще некие аспекты, на которые вы вот обращаете внимание. Все-таки мы говорили о молодежи, как самоутверждение. Это их причина. Более у старшего поколения. Это уже стремление к власти. То есть, вот я объединю вокруг себя группировку вот этих малолетних скейнхедов, заставлю их убивать. Я, во-первых, самоутвержусь. То есть, буду себя чувствовать хорошо. У меня будут платиться два. И во-вторых, я буду у власти. То есть, я с этого что-то получу, несомненно. Будем говорить, что толком должны... Но вы слушаетесь. Вы говорите, видите, вещь, которой, вообще-то говоря, вы перешли на индивидуальный уровень. Вы говорите о лидерах. Это как отстойчивое говорили. Конечно, вы правы. Конечно, есть люди, которые цинично совершенно. Им, вообще-то говоря, безразлично. Кого бить? Как бить? И бить ли вообще? Да, конечно. Им главное найти этот вот изгой. Им главное, прежде всего, что-то возглавить. А поскольку они не могут возглавить другие движения, и обладают при этом достаточной физической сноровкой и очень высоким градусом агрессии, они объединяют вокруг себя ребят, которые согласны, чтобы ими настолько манипулировали, и идут за ним. И это их устраивает. И тех, и других, и его, и других. То есть, вот даже не будем брать нашу Россию, а возьмем другие страны, где неофашистские организации у власти. То есть, опять же, это стремление к власти. Вот как вы сказали, независим. У нас, может быть, нету там, хотя кто знает. Сегодня, я надеюсь, вы на меня не в обиде, но я хочу просто реплику вставить. По моему глубокому убеждению, любое движение, любое, как бы оно ни называлось, как только оно становится политическим, то его сверхзадача – это власть. Все. Нет, это понятно. Но я говорю о том, что… Сейчас поправите, если я не прав. Но когда Гитлер приходил к власти, населявшие в то время Германию евреи, вот такого движения, что называется «палец о палец не ударить», чтобы помешать ему прийти к власти. Чем они мешали национал-социалистам завоевывать власть? Ничем. Но национал-социалисты стремились к их понижению и даже физическому уничтожению. Еще и до прихода к власти. Ну, естественно. Значит, это не просто стремление к власти. Это еще и идеология. Идеология ради чего, опять же? Если бы гитлеровцы стремились просто завоевать власть, то они бы присоединили к себе тех богатых евреев, которые готовы были им дать достаточно количества денег и укреплять эту власть. Нет, ну постойте. У них была другая… Стою. Я вам говорил, и вы мне не возразили, это тут и нечего возразить, что когда ксенофоб, когда он антисемит, когда он ненавидящий лиц, как они выражаются, лиц кавказской национальности, негров. Это люди, я вам говорил, охваченные, то есть они… Эта идея, вот эта ненависть, она всепоглощающая. Что здесь для меня важно? С этими людьми бесполезно дискутировать. Бесполезно. Потому что они очень охотно идут на дискуссии. Практика показывает. Они всегда готовы дискутировать. Но они не готовы и никогда не будут слушать контрдоводов. Переубедить их ни в чем невозможно. Вот в этом. Не ни в чем, я неправильно выразился. Ни в чем в их мировоззрении невозможно. Каждый довод они слышат не то, что им говорят, а то, что они хотят услышать. А вот так. Если вы им говорите свой контрдовод, они из него возьмут только то, что в их понимании подтверждает то, на чем они настаивают. Да, конечно. Но ведь можно… Дискуссия им нужна только для одного. Чтобы озвучить свою систему взглядов. Поэтому я считаю глубочайшей ошибкой… Можете со мной не соглашаться. Вы тоже общественное движение. Я правильно вас воспринимаю? Я считаю ошибкой, когда телевизионщики, когда представители достойных общественных движений пытаются дискутировать вот с этими движениями. Потому что это только помогает им озвучивать свои идеи. Там не о чем дискутировать. Я считаю, что такие движения антифашистские, которые у нас, слава богу, в России есть и вообще по всему миру есть, должны ставить своей целью это побуждать людей укреплять законодательную базу и с точки зрения закона привлекать вот эти националистические, в очень скверном смысле этого слова. Не все националисты мною неприемлемы, это не так. Но вот те, которые основаны на ксенофобии, привлекать их к ответственности и не давать им возможности озвучивать свои идеи. Потому что вообще с людьми, носителями идеи, бороться дело тяжелое. Гораздо правильнее бороться с самими идеями. А чтобы с ними бороться, надо не просто доводить дело до того, что их надо все время опровергать, а сделать так, чтобы они не распространялись. А что значит не распространялись? Решить трибуны, фигурально говоря. Вы что, со мной не согласны? Вот я считаю того, чтобы человек стал ксенофобом. Это другое дело. Это другой вопрос. И вы знаете, вопрос, при том, что он звучит очень так правильно и убедительно, как вопрос, он меня, честно вам скажу, загоняет в тупик. Потому что если бы знали ответ на этот вопрос, то не было бы ксенофобов. Нет, ну ведь знают ответы. Вот, например, и еще к одному, вообще-то говоря, это к престижности идей. В том обществе, где быть нацистом постыдно, там нацистов либо мало, либо это просто отморозки. Ну, у нас это... другое дело,